Привет всем! И мы говорим о том, как изменить свою жизнь. Изменить свою жизнь можно только одним способом — изменив своё мышление. Мы должны знать, что наш разум — есть то место, откуда рождаются события. Мысль обязательно материализуется. Есть мысли, которые пришли и ушли, но мысль, которая повторяется в вашей голове, она обязательно материализуется. Мысль, которая повторяется и плюс к ней добавляется чувство, она становится огромной силой. Мысль, оплодотворённая целью и наделённое чувством, обязательно появится в физическом мире материализованной. Поэтому вы должны знать, что всякая негативная мысль — это ваш враг. Всякое негативное представление каких-то событий — это ваш враг. Вы должны знать, что с этим врагом можно бороться только одним способом. Нужно заменить. Есть понятие такое, как замена. Вы должны заменить негативную мысль на позитивную. Вы должны заменить негативные представления на позитивные. Вы должны увидеть картину, не такой, какой она вам кажется и навязывается, не такой, как представляется, глядя на окружающие вас обстоятельства. Вы должны нарисовать буквально ту картину, которую вы хотите увидеть, и держать её в голове, и не выпускать её из своей головы. Знаете, люди говорят, такова судьба. Но я вам скажу одну вещь. Судьбы нет. И ничего не предопределено. Понятие «судьба» — это выдуманное понятие. На самом деле ты — строитель своей судьбы. И ты можешь быть счастливым человеком, можешь быть несчастным, можешь быть нищим, можешь быть богатым. Можешь быть больным, можешь быть здоровым. Это всё зависит очень во многом именно от тебя. И оно зависит от того, что происходит в твоей голове. Поэтому понятие «судьбы» — это очень нехорошее понятие. Это заблуждение. Когда говорят, так предначертано, так было предначертано для твоей жизни. Нет. Это не было предначертано. Это просто следствие твоего мышления, которое было у тебя раньше. Поэтому ты оказался в этих обстоятельствах, в которых ты сейчас находишься. И если сейчас ты, слушая эти слова, примешь их и возьмёшь под контроль своё мышление, и осознанно начнёшь заменять негативные мысли на позитивные, негативные образы на позитивные, начнёшь буквально рисовать в своём воображении хорошие развязки разных сложных ситуаций, ты увидишь, что всё зло всё время оборачивается тебе в добро, что всякая сложная ситуация работает на тебя, и что ты буквально везде выходишь победителем. Поэтому понятие «судьбы» нужно сразу отложить. Нужно понять, что строитель своей судьбы — именно ты. Влияешь на предстоящие события, на завтрашний день — именно ты. Нет кого-то другого, кто может это сделать за тебя. Именно ты тот человек, который выбирает, что будет завтра. Но, к сожалению, люди, не зная этого секрета, допускают негативные мысли, буквально поток негативных мыслей, негативных чувств, страхов, и они живут в них. И потом, когда происходят эти все негативные события, когда материализуются все эти мысли, люди думают, что это произошло, потому что такова судьба. Но на самом деле это произошло, потому что они сделали неосознанный выбор, чтобы так было. Сейчас я хочу пожелать вам, чтобы вы с этого дня взяли под контроль свое мышление и буквально стали сражаться с этим врагом, заменяя негативные мысли на позитивные. И пусть у вас все получится, пусть в вашу жизнь приходят те события, те ситуации, те обстоятельства, которые сделают вас самыми счастливыми людьми на Земле. В следующей передаче мы поговорим об этом еще глубже.